Уже не первый год в России ведется дискуссия, стоит ли вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Одни говорят, что надо, поскольку этого требует социальная справедливость. Другие опасаются усиления тенденции к выводу капитала и вообще бегству из страны финансовой элиты. Роман Быков взвесил все за и против. Вопрос введения прогрессивного налогообложения в очередной раз подняла в минувшем году Торгово-промышленная палата России. Было предложено отменить взимание податей с минимальных зарплат и наоборот поднять чуть ли не на 45% таксу для наиболее обеспеченных слоев населения. Считается, что абсолютным большинством граждан эта мера не затронет и не надо бояться бегства олигархов за границу. А где сейчас российские миллиардеры? Вот мы с вами открываем и выясняем, что в основном в Лондоне. Поверьте, ни нас с вами, ни тех людей, которые мы знаем, в том числе руководителей предприятий уровня нашего региона, это никак не затронет. Предпринимательский корпус вполне естественно довольно скептически относится к этой идее. Во-первых, и сейчас налог взимается не в виде конкретной суммы, а в виде процента. То есть, чем больше бизнесмен зарабатывает, тем больше он платит. Во-вторых, какую сумму считать сверхдоходом? Ну и в-третьих, есть риск, что прогрессивка приведет только к регрессу доходов государства. Я боюсь, что введение вот этой повышенной ставки уведет в тень доходы, которые сейчас облагаются, а потом просто мы увидим, что они ушли в тень, и мы не соберем больше денег. Мы просто начнем разрушать то, что создано. Директор Института экономики и управления ТВГУ Давид Магулашвили считает, что надо все тщательно взвесить. Конечно, с одной стороны, это социальная справедливость. Если миллиардер может позволить себе дорогие яхты, то почему бы и с казной не поделиться? Но с другой стороны, очередное изменение правил игры может испугать бизнес. Да и верхнюю планку доходов тогда уж надо бы повысить. Как сейчас рассматривают, что если 24 миллиона в год, это нормально, а если 24 миллиона плюс 1 рубль, это уже людям надо дать возможность стремиться к высоким заработкам. Я думаю, что ничего страшного не будет, если эту рамку приподнимем хотя бы до 4-5 миллионов. Так что если и стоит вводить прогрессивку, то как временную меру, считает Тверской экономист. И вообще, начать лучше с топ-менеджеров госкорпораций. Может, хоть тогда они перестанут назначать себе огромные зарплаты и придумать так называемые золотые парашюты. Компенсации в случае досрочного расторжения контракта, которые исчисляются сотнями миллионов, причем даже не рублей, а долларов.